Мои любимые братья во всех окрестностях, дагестанцам и всем, кто нас слышит, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Есть вещь, которую нам оставил посланник Аллаха, алейхиссалату ассалям, и которая приносит нам пользу, как на этом свете, так и на том. Она принесет на этом свете пользу тому, кто захочет мирское, кто захочет счастье, благо, и принесет пользу в следующей жизни, жизни вечной, после которой не будет конца. Этой вещью, которая поможет нам в обоих мирах, является поддержание связи и привязанность. То есть связь с Аллахом и Его Посланником, салляллаху алейхиссалям. Под привязанностью же подразумевается любовь к Аллаху и Его Посланнику, алейхиссалату ассалям. Это веревь, с помощью которой укрепляется вера в Аллаха и Его Посланника, салляллаху алейхиссалям. Столпов имана шесть. Эти шесть столпов, чтобы ты уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников, в судный день, в предопределение судьбы, что все хорошее и плохое от Всевышнего Аллаха. Затем от каждого столпа идет большое количество ответвлений, влияющих на очищение веры. Эта вера с ее ответвлениями нуждается в помощи от Аллаха, нуждается в связи. Что же это за связь? Этой связью является братство ради Аллаха. Сказал пророк, салляллаху алейхиссалям. Мусульманин мусульманину является братом. В другой версии приводится, верующие по отношению друг к другу, подобно единому строению. Каждая часть этого строения подкрепляет другую. И так же сказал Аллах Свят Он и Велик. Воистину верующие братья. Сура Аль-Худжурат, аят 10. Поэтому если я и ты полюбим друг друга ради Аллаха и установим братство между нами ради Аллаха, что мы от этого ощутим? Сладость имана, сладость таспиха, такбира, сладость земных поклонов, сладость намаза, сладость постов, сладость Корана, сладость каждого поклонения будет сопровождаться сладостью и только сладостью. Как в достоверном хадисе приводит посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, три качества, обладатель которых ощутит сладость веры. Одним из этих качеств является любовь к своему брату по вере исключительно ради Аллаха. Это условие, чтобы ты полюбил своего брата по вере исключительно ради Аллаха. Не ради выгоды, не из-за торговли, не ради славы, не для показухи, не из-за влечения, не из-за мирского и даже не из-за родства. Все мы любим своих отцов, матерей, жен и детей. Однако такая любовь присутствует также в сердцах немусульман. Это любовь врожденная. Однако знаешь ли ты, что когда ты любишь своего отца ради Аллаха, да, это твой отец, а это твоя мать, а это твоя жена, а это твои дети. Однако когда ты их любишь ради Аллаха, ты объединяешь связь между вами с другой стороны, со стороны духовной, со стороны чувств. Вот поэтому, когда ты прислуживаешь своему отцу, то не прислуживай только потому, что он является твоим отцом. Прибавь к этому то, что твой отец обучил тебя словом «Ла-Иляха-Иля-Ллах», ты же знаешь, чему он тебя научил. Поэтому некоторые праведники, когда их спрашивали «Кто является твоим учителем?», то они отвечали «Моими первыми учителями были мои мама и папа». И когда их спрашивали «Как это?», «Ведь твой отец рядовой мусульманин», то они отвечали «Он тот, который обучил меня словом «Ла-Иляха-Иля-Ллах». Он тот, кто научил меня, как нужно совершать омовение. Соответственно, он мой учитель. Напротив, он научил меня самому важному – поклонению, вере. И по этой причине эти праведники любили родителей ради Аллаха. И также они любили своих жен, так как получали вознаграждение за них. Когда мужчина смотрит на свою жену, это помогает ему потуплять взор. Она получает вознаграждение за то, что помогает ему потуплять взор. И он получает вознаграждение, даже если будет смотреть на нее со страстью. Так как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поведал нам о том, что супружеская близость тоже является милостыней. И из-за этого ты ощущаешь сладость веры. Однако условием является, чтобы ты любил своего брата по вере ради Аллаха. Это является пользой на этом свете. Поэтому, когда мы ощущаем сладость поклонения, мы совершаем его еще больше. Мы больше совершаем намаз, больше выстаиваем ночные молитвы, больше читаем Коран, больше поминаем Аллаха, больше приобретаем знания. Потому что мы ощущаем сладость. И каждая последующая сладость сильнее предыдущей. Почему? Потому что именно таким будет наслаждение в раю. Каждый съеденный ломтик будет вкуснее предыдущего. И также места собрания для приобретения знаний и поминания Аллаха на этом свете. Так как они являются райскими садами, как об этом сказал посланник Аллаха алейхи саляту ассалям. И ты ощущаешь сладость веры на каждом маджлисе. При каждом посещении ученого ощущаешь сладость и только сладость по причине этой братской привязанности ради Аллаха. Это великая польза. И поэтому пророк саляту алейхи саляту ассалям рассказывал об этой любви и говорил «Как же я скучаю по моим братьям». Посмотрите же, как пророк саляту алейхи саляту ассалям принимает нас, проявляет смиренность и снисходительность по отношению к нам, говоря «Вои мои братья. Те, которые придут после меня, мои братья». Это проявление смиренности с его стороны, поэтому было сказано, что первым, кто установил братские отношения между первыми и последними людьми, является Коран, сказал Аллах Свят Он и Велик. А те верующие, что придут после них, поколение сподвижников, будут говорить, Господи, прости нас и наших братьев, опередивших нас в вере. И это братство между нами и теми, кто был до нас. Представь, что твоим братом является Абубакр Ас-Саддык, Умар, кто тот, который вас объединил? Кто объединил тебя с величайшими людьми Уммы? Это Коран, это Пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Другой великой пользой является любовь Аллаха. Сказал Всевышний в хадису Аль-Кудси, моя любовь становится обязательной для тех, кто любит друг друга ради меня, кто посещает друг друга ради меня, кто помогает друг другу в финансовых отношениях, кто поддерживает отношения ради меня. Для Всевышнего ничто не является обязательным, кроме того, что он сам себе вменил в обязанность. И что же он сделал обязательным? Он сказал, для меня является обязательным, чтобы я любил вас, Аллах Велик, и велико довольство Всевышнего Аллаха. Что такое любовь? Любовь — это когда ты заходишь в рай, в то время как Аллах любит тебя. И когда Он полюбит тебя, то полюбит твое имя, твой голос, твое поклонение, твое упоминание, твою смерть. Он полюбит встречу с тобой, полюбит твое воскрешение, твое место сбора среди людей в судный день, твой отчет. И Он не будет отчитывать тебя. Напротив, Он прольет на тебя свою милость. И сказали люди Тасауфа, Аллах не наказывает тех, кого любит. Аллах говорит в Коране, почему тогда Он наказывает вас за грехи? Сура Аль-Маида, аят 18. Полюбит, то не станет вас наказывать. И я, если на то есть воля Всевышнего, люблю вас ради Аллаха. Я прошу Всевышнего, чтобы Он собрал нас в освященных нуром минбарах, чтобы мы ощутили сладость веры. И чтобы Он пролил на нас свою любовь и довольство. С наилучшими пожеланиями. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.